МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси знову поменьшилася стаукары финансованне. С сегодняшнего дня она снизилась на один пункт и складает 14% годовых. У Гомеля вызначили уладальницу титула «Королева весна-2017». И больше подробязна об этом не только. Каля 445 тысяч жихаров Гомельской области плануют удельничать у республиканским субботнику 22-го красавика. Усе районы распачали подрыхтовку, зараз вызначаются месты для проведения работы в этот день. Значная частка удельников субботника будет працевать на своих рабочих местах. Жихары региона проведут уборку и доброупорадкование туристичных славутостей, месту памяти, воинских похований, скверов и парков. 22-го красавика будет организована бесперебойная работа громадского транспорта. Забеспечена доставка рабочих групп до месту проведения субботника. Усяго, в этот день Гомельская область планует заработать больше, как 1 млн рублёв. 50% сродков застанутся у распорадженні Аблвы Конкама и будут накерованы надновления объектов гисторико-культурной спаджины, подрывтовку до летнего сезона дитячих лагеров, умоцевание их материально-технічной базы. У Беларуси в четвертый раз с початку года изменилась ставка рефинансовання. С сегодняшнего дня она знизилась еще на один пункт и склала 14% годовых. Нагадаем, гэта величиня демонструя, на кольки дорогие альботанные кредиты могут продоставить банки. По ставци рефинансовання Центральный банк может позычить гроши коммерциным банкам. Чым ниже и ставка, тем больше надзейная финансовая ситуация у державе и тем больше доступные гроши. У таким выпадку зрастая объем их инвестирования у экономику, что спрыяе яе росту. Але после этого могут поскориться инфляционные процессы, и тогда нацбанку знову придется повеличивать ставку рефинансовання. По коль же инфляция у Беларуси знижается больше худкими темпами, чем прогнозавалася. Тому специалисты не выключают, что ставка рефинансовання селета протягнет знижаться. У Гомеля значили 98-ю годовину з дня утворения управления внутренних справ, дякуючи оперативной работе милиции, у регионе забеспечены належный узровень правопорадку и громадской безопасности. По выниках минулого года означена динамика знижения колькости злочинствов. У правнанья с 2015 годом их зарегистровано амаль на 300 меньше. Узровень раскрывальности по линии усех службов склав больше, как 74%. Под час урочистости у девчим супрацовникам и ветеранам органов внутренних справ были уручены юбилейные медали 100 годов милиции Беларуси. Теорию и практику навучания за межным мовом сегодня обмерковывали в Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны. Тут пройшла международная навыково-практичная онлайн-конференция. У делу ее приняли выкладчики и студенты из Беларуси и России. Подробязности у Вероники Ворошилиной. Другая международная конференция под названием «Теора и практика навучания за межным мовом» традиции и перспективы развития объеднала больше, как 200 удельников шести белорусских и российских ВНУ. Организаторами этого масштабного и значного угод науки мероприемства выступили Гомельский державный университет имя Франциска Скарыны и Московский державный областный университет. Головная мета – обмерковать наибольшь актуальные проблемы иммунной эдукации, обменяться доследшими напроцовками и вызнуждать планы для дальнейшей реализации. Мы абсолютно уверены, что такая современная форма проведения научной международной конференции очень значима. Потому что, во-первых, это прочная основа для профессионального взаимодействия в рамках межкультурного, международного сотрудничества. Во-вторых, это отличная возможность привлечь молодежь в науку и показать, что сегодня заниматься научными исследованиями не только очень полезно, но и интересно. Паша с международного наукового диалогу прогучала. Одно из приоритетных мест в обучении мовознавства належит межкультурным взносинам, которые позволяют сблизить представников разных национальностей. Так само на конференции разглядались такие инновационные формы, как, например, интердисциплинарный подход в научании. Это мовная эдукация про другие дисциплины. Новые методики с использованием аутентичных видеоматериалов и притягиванием интернет-ресурсов позволяют сделать эдукационный процесс больше интересным, доступным, а главное эффективным. Мне очень нравится заниматься научной деятельностью и особенно изучать различные аспекты в обучении иностранному языку. Я сейчас уже работаю в качестве учителя, и некоторые приемы, которые были озвучены на прошлой конференции, я применяю в своей работе. Я думаю, что вторая международная студенческая научно-методическая онлайн-конференция поможет участникам активно взаимодействовать и решать научные актуальные вопросы, что, конечно же, положительно скажется на нашей педагогической деятельности, в частности, учителя иностранного языка. Финальным аккордом международной онлайн-конференции станет выдание суместного сборника науковых артикулов белорусских и российских студентов-удельников. Вероника Ворошилина, Игра Марышченко, телерадояка «Ампания Огумель». Не только науковыми пошуками живет студентская супольность. Яркости и позитиву дадал минулому буднему вечеру региональный этап конкурса «Королева весна-2017». 13 бояльных студенток повинны были уразить глядачу своей прихожостью, грацией и талентом. Кто завоевал корону переможцы и потеку на республиканский этап, ведая Ганна Каральчук. У хримерках уластивая конкурса «Метусня». Опошний пришитый гузик, отпрасованный костюм, коррекция прически и мейкапа. У девчат все повинно быть бездакорно. Перед удельницами, будучими медиками, инженерами, наставниками и экономистами стоит непростая задача – показать свою квитнечую весновую прихожость, а так само издевить творчими номерами. Для меня самое сложное, наверное, это было сделать визитку, потому что нам дали всего лишь одну минуту, нас ограничили во времени. И, как говорится, рассказать о себе за минуту, порой это бывает очень трудно. Я не думаю о победе. Я прежде всего думаю о том, как мне хорошо выступить, достойно на сцене. И от того, что я участвую, это уже какая-то маленькая победа для меня. Быть сильной, красивой, обаятельной девушкой. Во-первых, это те качества, которые должны быть у настоящей королевы. Она должна всем нравиться, излучать улыбку. Вот, быть настоящей. Я научила. Организаторы конкурсу зарабили ставку на то, как представить жанучую прихожость, як сукупность внешних дадзиных, духовных, интеллектуальных и творчих якостей. Первое знайомство журы с удельницами отбылося подчас конкурсу визитовок. Не меньшу разю и творчий конкурс. Вокал, хорография и навод театральное майстерство. Глядачам и журы так само представили видеоролики презентации, які удельницы подрыхтовали специально до конкурсу. Упрыгожением вечера стали дефиле у дизайнерских костюмах под живое выканание песни «Дзива» Виталиом Сычовым, а так само традиционный финальный выход у вечерних сукенках. Головная интрига раскрылась у конца вечера. Третье место заняла Катерина Беловусова, студентка ГДТУ имя Паула Сухого. Першей віцемі стала Кристина Спирына, представница ГДУ имя Франциска Скарыны. Корону переможца отримала Деяна Гурына, якая представляла Гомельский державный техничный университет. Остатние конкурсантки отримали узнагороды у особных номинациях. Забываемо, все разрывается внутри, я до сих пор не верю, я очень счастлива. Спасибо моим родным, спасибо моим любимым одногруппникам, моей сестре, моей самой любимой семье, это в первую очередь моему любимому человеку. История республиканского конкурса «Королева весна» распочалась больше, как 20 годов тому. Переможца селлитника областного этапу у мае представить наш регион на республиканском этапе конкурса у Минску. РСМ, это Российский союз молодежи, мы проводим с ними международный конкурс красоты, где Республику Белоруссию будет представлять победительницу республиканского этапа «Королевы весны». Это не первый год такая форма участия, но представительницы Гомельской области пока на уровень международный еще не выходили. Надеемся, что в этом году может быть получится. Ганна Корольчук, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня интерактивная передача «Добрый вечер, Гомель» запрашает поговорить про рыбную ловлю, ее правила и законы. Вельми часто первая рыбалка для початковца рыбалова становится горким расчарованным. Подводят снасти на двор, я принаду, а сама рыба ніяк не жадает трапляться на крючок дилетанта. Як привабить удачу, куды отправиться на рыбалку и якими ведами узброяться, каб не порушить закон. Специалисты и удельники программы откажутся на это и иншее питанье, а так само познайомить глядачоу со старожитными беларускими приладами для лоулі рыбы. Добрый вечер, Гомель, у промым эфиры сёння у 20.40 на Беларусь 4, телефон студы 37-519. Увазе водителям. У ближайшие 4 дни у Гомеля по улице Свирыдова, на участку от улицы Крупской до улицы Феодюнинска, заборонены рух у сих видов транспорту, окромя громадского. До 23-го красавика тут будуть ремонтовать проездную участку. Объехать закрытый участок можно будзе по улице Лепяшинскага. Держаута инспекция просить удельника у руху проявить терпенне и загадзе выбирать іншый маршрут. ГТ, а так само іншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный агляд» с новинами спорта у вас познайомець Сергей Ніхяревич.